Коллеги, всем привет. Спасибо большое за возможность, так сказать, сегодня в нашем маленьком клубе рассказать про те темы и вопросы, которые меня волнуют. Меня зовут Паша Филонов. Я в роли руководителя помогаю команде, связанных с машинным обучением в Касперске, так сказать, достигать своих целей по поставке самых лучших решений в продукты и сервисы компании. И вот наблюдая за тем, как развивался недавно DataFest, мне очень было интересно смотреть разные темы, разные сложные задачи, как про них рассказывали докладчики. Но мне вот уже тогда начало казаться, что чего-то не хватает для полноты картины вот Data Science проектов мира. Почему-то все рассказывают только про успех, про то, что удалось, достигли, запустили, получили, намолотили за крама Родины. А вот меня как-то, может быть, это я один такой, а может быть и нет, может быть, не то, мы поделимся потом с вами, обменяемся мнениями. У меня есть ощущение, что не все DS-проекты, вообще говоря, попадают в прод. И сегодня я хочу немножко поговорить вокруг вот этой темы, включая привести вот пару таких примеров из нашего кладбища проектов, которые сложились уже в нас в команде, может быть, извлекая оттуда какие-то общие интересные мысли. Вообще говоря, тоже навеяла меня тема сегодняшнего доклада следующим. Я когда читал замечательную книжку Линда Эсс, которая недавно вышла, мне понравилось, с чего она начинается. Начинается она со ссылок на шикарную статью, которая вот прям ставит многие вопросы для Data Science проектов, в которой утверждается, ну, я эту статистику не проверял, поэтому за что купил, за то продаю. Вот ссылка, если интересно, пойдите, почитайте. Там утверждается, что 87% процентов Data Science проектов не доходят до производства, до вот того самого вездесущего продакшен. Причем, что интересно, ни одно вот это издательство приводит какие-то цифры. Вообще говоря, можно пройтись и увидеть целую серию достаточно известных уже аналитических агентств, которые все утверждают, основываясь на вот статистике, ну, вряд ли они все не умеют считать, что очень большой процент, ну, там, 87% это может и перебор, но вот в достаточно таком понятном диапазоне процент проекта, связанный с Big Data, ML, AI, Data Science, они как-то не доходят до конкретного продакшен использования. И это вызывает вот вопросы или, может быть, боязнь. Там вот есть какая-то, может быть, проблема, может быть, надо о ней поговорить, может быть, надо ее как-то локализовать и решить. Вот это было, так сказать, мотивацией, которая у меня стояла за сегодняшним рассказом, и я вот придумал такой план. Я хотел немножечко рассказать, как у нас обстоит дело с введением Data Science проектов, вот что мы стараемся обращать внимание на метрики, цели и сроки, и почему. Привести несколько примеров, я постарался взять из разных областей, каких-то проектов, которые мы стартовали. Стартовали их мы на хорошем энтузиазме, мы действительно верили в успех, мы думали, что мы применяем прям отличные прогрессивные инструменты для решения реальных бизнес-задач. Но вот как показывает история, как я сегодня расскажу, это три примера, и далеко не единственные из тех проектов, которые у нас так до производства и до прода не дошли. Ну и в конце я хочу чуть-чуть, если позволите, пофилософствовать на тему research или против development, может быть, порассуждая на тему, есть ли что-то общее у тех неудач или тех результатов, которые я буду делиться сегодня. Давайте по этому плану и пройдем. Ну, первое. Вот если мы берем какую-то классику, мы же про проекты говорим, наверное, трудно пройти мимо PMBook, где есть замечательное определение. Оно мне очень нравится, особенно если выделить самые мои любимые слова. Вот про то, что такое проект. Мои любимые слова тут прям выделены жирным, что это нечто временное, и это всегда радует. Вот есть замечательный спектакль Евгения Гришковца, где он говорит, что даже если очень хорошо, очень важно знать, когда закончится. Вот, поэтому в этом смысле и я, и мы понимаем под проектом, это нечто ограниченное по времени, потому что если есть результат в этот ограниченный срок, скорее всего, это уже потом превращается в продукт и нечто другое. Это что-то уникальное, а если есть уникальность, значит, скорее всего, точно есть риски, что не полетит, потому что если это уникальное, значит, мы не можем вот прям строго сказать, что вот так делали соседи, вот точно то же самое. У них полетело, значит, полетит и у нас. Если мы делаем что-то уникальное, всегда есть риск, что не полетит. Ну и слово, казалось бы, достаточно прозрачное и наивное – результат. Но почему-то иногда я вижу желание при обсуждении какого-то нового проекта сразу уйти в моделирование, в какие-то модели, нейросети, расчеты, диплоймент. А при этом вообще неплохо чуть-чуть время потратить в самом начале и спросить вообще, скажите, а какой результат вы хотите получить? А в том случае, когда мы говорим о Data Science проектах, там можно даже еще усугубить, потому что, ну, трудно себе, наверное, представить какой-то Data Science проект, который не имеет метрик. Это могут быть какие-то формальные метрики из области машинного обучения. Это могут быть какие-то конкретные бизнес-метрики, которые удалось выявить в ходе первичного анализа. Что-то связывающее, какие-то прокси-метрики. Ну, какие-то должны быть числа, скорее, такие, которые можно уметь измерять. И, наверное, на них должны быть уже какие-то критерии успешности. Типа чиселки большие, больше таких-то, мы считаем успешно. Меньше, считаем неуспешно. Вот такие три столпа. То есть, грубо говоря, практически, ну да нет, наверное, все проекты в нашем портфолио, и те, которые есть сейчас, и те, которые уже доказывали свою успешность, и те, которые были закрыты, для них, для каждого были характерны вот эти вещи. Дальше-то мы, отталкиваясь от вот таких вот представлений о временности, результатах, использовали, ну и до сих пор, такой достаточно тоже классический старый подход, когда пытаемся фазы проекта выразить вот в виде такой диаграммки. Вот сразу видно итеративность. Некоторый элемент agile присутствует, потому что есть зацикленность. Но чтобы не быть просто, вот не повторять приведенные здесь блоки, я считаю, что вот этап понимания бизнеса всегда, вот для меня, по крайней мере, основной задачей этого этапа, это как раз вот эти самые метрики, цели и сроки определить. Потому что если их не удается определить даже на этом этапе, скорее всего, даже не стоит идти дальше. Поэтому давайте считать, что удается. Удается прямо на раннем этапе. Потому что если не удается вообще, был у меня и пример такого проекта, я даже не считаю это проектом, потому что мы его не запустили, мы его закрыли за два часа. То есть вот началась встреча, когда было предложение, давайте стартанем такой проект. В конце встречи его уже закрыли, потому что поняли, что результаты непонятны, цели непонятны, данных нет, и вообще достигать там нечего. А вот дальше это такие уже, не знаю, какие-то практики, которые сложились и которые я считаю интересными, и стараюсь их культивировать, применение в наших проектах. Можно сразу вводить какие-то даже искусственные ограничения на вот этапы моделирования и проверки решений. Почему? Потому что в моделировании там есть невероятное количество гипотез, вариантов, попробовать это, попробовать то, попробовать все. Как бы инструментарий современных специалистов в области машинного обучения, он невероятно большой. Грубо говоря, если просто сказать, что надо пробовать, скорее всего процесс проб и ошибок, он будет бесконечный. Поэтому вот эту частую итерацию между моделированием, работой с данными и обязательно проверки того, что же получилось наружу, мне кажется, хорошая идея вот их ограничивать по срокам. Для чего? Ну, как раз минимизировать риски того, что мы начнем просто инвестировать постоянно больше, больше, больше ресурсов, хотя, например, видно, что по каким-то метрикам мы к цели не двигаемся. Ну и третий буллет здесь, такой максимально жесткий, hard вариант evaluation. То есть под evaluation я здесь понимаю проверку, но вот максимально приближенную к живым данным и желательно с расчетов прям конкретных целевых метрик. То есть именно то, что вот будет понятно тем, кто ожидает этот проект, то есть какое-то value, чтобы можно было посчитать. Может быть, еще даже некоторые вот приносятся прямо сейчас. Ну, например, в исторической ретроспективе часто очень работает такой образ, что давайте мы сейчас представим, что вот то, что мы сделали, оно бы работало, например, уже полгода назад. Тогда мы бы могли увидеть вот такие показания. А под максимально жестким понимается именно… Ну вот здесь всегда можно предложить специалистам по data science придумать максимально жесткие варианты от этого явления, что они сразу начнут придумывать. А давайте данные какие-нибудь возьмем для проверки, которые вот не было в обучающей выборке, но они бывают в реальной жизни. То есть такая стрессоустойчивость получившегося в решении. Потому что если измерять только в каких-то лабораторных условиях, на каких-то там очень искусственных наборах данных, то там можно увидеть, что все хорошо и уже с удовольствием затеять проект по интеграции этого и деплоймента этого впрод, а там уже, к сожалению, можно столкнуться с совсем более плохими результатами. Вот в рамках такого фреймворка давайте я поделюсь с вами тремя историей про три проекта, которые, к сожалению, не дошли до стадии деплоймента. Им удалось прокрутить маховик вот этого круга несколько раз, но в итоге, поскольку старались постоянно мерить и понимать, как мы идем по срокам, что у нас с метриками, в итоге они все привели к разрешению, что, наверное, эти проекты продолжать не надо. Первая история, которую я назвал классификатор сетевых протоколов, и идея там заключалась в следующем. Гипотеза, то есть основная гипотеза, которая предлагалась проверить, что есть такая задача по сетевому трафику, классифицировать сетевые пакеты, особенно она интересна, когда нет всегда информации по портам назначения, по которым очень часто можно очень хорошо идентифицировать назначение отправки, что это за протокол, если только какой-то другой не скрывается под стандартными портами. Гипотеза, которую предлагалось проверить в ходе этого исследования, этого исследовательского проекта, это то, что ML-методы для решения задачи классификации способны повысить полноту обнаружения по сравнению с rule-based подходами. Что мне в этой задаче уже тогда нравилось? Это задача явно, которая не решалась с нуля. Я вообще считаю, что решать задачи с привлечением машинного обучения с нуля – это плохая практика. Лучше знать, что эта задача до этого решалась уже людьми и долго решалась, или что она решалась какими-то экспертными системами, основанными на правилах. То есть есть уже какой-то бейзлайн. И часто задача не решить с нуля, а побить какой-то бейзлайн. Наверное, есть, конечно, задачи, где бейзлайна просто нет, хотя всегда можно считать, что бейзлайн – это человеческие усилия, которые должны предприниматься, чтобы эту задачу решить. Ну и с точки зрения метрик там сразу возникла хорошая ясность. То есть хотят, чтобы мы детектировали больше сетевых пакетов по сравнению с существующими движками, которые уже есть. Потому что всем было понятно, что у них не стопроцентная полнота. При этом сразу еще докинули важную достаточно вещь, что если будет успех, то это не должно остаться в виде какого-то блокнотика или в виде какого-то кода на питон. Это должно быть потом проинтегрировано в реальный продукт, который должен работать на хороших пропускных способностях. Поэтому сразу просили не просто получать любыми средствами высокие показатели по полноте, но и вообще желательно постоянно замерять пропускную способность, которую этот алгоритм способен выдать. Иначе легко себя загнать в условия, что чтобы эту задачу решать, нужно количество серверов увеличить в 10 и в больше раз. На основе этих метрик удалось поставить цель. Что значит лучше? Если на 1% это достаточно, если на 2% это достаточно. Ну, конечно же, зависит от конкретных цифр. Но обычно, если просто больше, этого недостаточно. Нужно, чтобы было заметно больше. Потому что если больше на 1%, ведь там все равно есть куча накладных расходов, чтобы эту технологию проинтегрировать. То есть оно будет просто неоправданно. Ну вот было скорее с помощью экспертной оценки предложено, на какой процент. Вот здесь я уже даже сейчас не помню, честно говоря, на какой. Ну, наверное, что-то в районе десятков процентов или 20 минимально необходимо достичь. Ну и сроки. Здесь даже были какие-то такие понимания по естественным срокам. Здесь не пришлось их ставить искусственно. Понимание было таково, что вот будет дата. И к этой дате должен быть полностью определен скоп следующего релиза. То есть продакт-менеджер должен уже этот скоп составить и запустить в работу. И вот, собственно, идея была такова, что если до этого скопа принести результаты ресерча, они будут положительными, то тогда эта фича, она идет в скоп. Если ничего не принести, либо принести результаты отрицательные, ну, тогда фича в скоп не идет. Вот, исходя из таких предпосылок, удалось сделать предположение по срокам. Мне тоже кажется, что это очень важно. Важно понимать, до какого момента должен быть получен результат. Это может быть какой-то естественный дедлайн, это может быть даже искусственный дедлайн. Например, понимание, что там в очереди еще несколько проектов, и на каждый мы много времени посвятить не можем. Вот начало вроде такое хорошее. То есть в других докладах, наверное, вы бы ожидали, что сейчас в следующих слайдах я буду рассказывать, какими сложностями мы сталкивались, как мы их преодолевали, и как нам в итоге удалось выйти с победой. Но я расскажу немножко другой таймлайн. Сначала-то все хорошо пошло. Мы начали сбор разнообразного дейтасета. Существующие данные, которые в основном используются для тестирования, понятно, что в честном сравнении данные тестовые нельзя было использовать для обучения, поэтому нам нужно было сильно расширить набор данных для того, чтобы обучать им алгоритмы. Были запущены там целые три фронта работ по сбору из разных источников, которые были в простой доступности, включая существующие публичные наборы данных. Было несколько итераций моделирования проведено для того, чтобы сформировать список протоколов, проверить несколько очень простых гипотез, простых моделей, получить хотя бы первые замеры по метрикам. Естественно, нас просили оценить пропускную способность тоже, прямо на ранних этапах постарались это сделать. Увидели, что все нормально, даже на одном ядре 10 гигабит вроде вытягивают, если использовать достаточно простые способы при построении моделей. И даже запустили маленький пилот на реальном объекте, ну и даже без интеграции в продукт, просто в виде такого отдельного инструмента. И вот здесь уже начала поступать такая более правильная корректирующая обратная связь, потому что, что было интересно при пилоте на реальном объекте, там, естественно, был такой трафик, который точно не попадался, прямо такой же в обучающей выборке. И вот оттуда уже поступил достаточно интересный развернутый отчет, который говорит, что вот это хорошо, и вот здесь видно, что методы работают хорошо, а вот здесь они, например, ничего не видят. Здесь они вообще не видят вот эти протоколы, хотя они вроде должны были бы поддерживаться. Здесь явно ошибаются, то есть мы начали получать такую вот правильную обратную связь, которая нам подсказала, что здесь нам сейчас важно не просто смотреть метрики качества на наших дейтасетах, но и правильно сравниваться с бейзлайном. То есть здесь вот проблема была в том, что даже на этом этапе, а это уже была почти середина проекта, мы на самом деле не имели более точного замера бейзлайна по вот всем разрезам, которые нас интересовали. Была такая общая цифра, мы ее даже, честно говоря, не перепроверяли. И вот после результатов с первого пилота мы сразу, можно сказать, осознали, что у нас чего-то явно недостает, и начали сразу же проводить сравнительный анализ с существующим role-based. Для этого потребовалось привлечение команды, ее помощи, которая делала role-based движок, ну вот, собственно, удалось. Сколлаборироваться. И вот там замеры, собственно, начали подтверждать то, что было обнаружено на пилоте. Есть прям наборы протоколов, которые отлично детектируются, но, грубо говоря, они же и отлично детектируются role-based. То есть выигрыш на них, он не особо интересен. А вот те части, которые плохо детектировались role-based, они, честно говоря, и ML-алгоритмам, которые мы предложили, ну, скажем так, были где-то хуже, где-то чуть-чуть лучше. Были элементы, где они были сильно лучше, но их, скажем так, было недостаточно для того, чтобы заявлять уже в целом о том, что цели проекта достигнуты. Но зато мы поняли, что да, может быть, не с самого начала, но мы взяли теперь правильный ракурс и уже во всех экспериментах сделали исключительно сравнение по всем нашим категориям, интересующим role-based. Взяли себе и время еще на несколько итераций. Теперь понимаю, чуть даже лучше, можно сказать, где нам нужно сосредоточить усилия по моделированию, что надо растить там полноту, грубо говоря, не везде, а может быть, именно стараться дополнить существующие решения. Но, к сожалению, даже вот эти дополнительные итерации нам при аккуратном вот этом жестком режиме эволюэйшн, сравнении с существующими системами, нам не удалось там показать достижение цели по нашим метрикам. И в итоге через 7 месяцев после старта было принято решение проект заморозить. 7 месяцев достаточно длительный срок, я считаю. И вот сейчас уже, ну, как бы со слагательным наклонением легко говорить, но вот сейчас я понимаю, что можно было достигнуть того же результата гораздо быстрее. Интересный момент – это хороший результат или плохой? Вот это вопрос такой дискуссионный, философский. Давайте я такие суждения оставлю на конец своего доклада. Пока просто пробегусь по фактам. Следующая история называется «Кластеризация счетчиков производительности». Тут тоже была гипотеза со следующим, что есть такое вот понятие для бегущего приложения, можно замерить различные счетчики производительности для того, чтобы понять, грубо говоря, где оно тормозит. И если начать собирать эту информацию, то кто-то должен эту информацию анализировать в больших объемах и, грубо говоря, говорить, что вот здесь тормозит здесь, это, грубо говоря, не к нам, это тормозит здесь, это мы уже знаем, почему это уже проработки, а вот это что-то новенькое, вот это вот какая-то потенциально новая проблема, и нужно взять ее в анализ и в проработку. Нюанс этого проекта заключался в том, что здесь работу, здесь не было готовой какой-то суперэкспертной системы, здесь эту работу выполняли эксперты, достаточно высококвалифицированные специалисты, которые могут анализировать эти счетчики производительности и выдвигать гипотезы о том, что это что-то уже известное, это независимое от нас или это что-то новое. И понимание объемов этой работы уже на ранних этапах, когда вот команда наших соседей начала ее делать, привело их к пониманию, что либо это очень долгая работа, либо они смогут обработать только малую часть, либо им нужна какая-то автоматизация. Поскольку сходу разработать экспертную систему, ну вот так, скажем так, какая-то предварительная фильтрация уже была придумана, но она, скажем, сильно не сужала поток, обратились к нам, к экспертам по email с вот такой постановкой. Тоже в ходе обсуждения удалось выявить в метрике. Конкретно хотели, чтобы вот хотя бы половину тех срабатываний, грубо говоря, ложных, про которые мы уже либо знаем, либо это не связано с конкретным продуктом, можно было автоматически отбраковать, тогда вторую половину можно оставить уже живым людям для детального рассмотра. Цель здесь понятна. Увеличить, извините, не эксперта, не клиента, а эксперта, который, собственно, занимается этой работой, потому что работы много, экспертов мало. И с точки зрения сроков здесь естественных дедлайнов не было. То есть у команды, которая занималась вот этой задачей бизнесовой, у нее просто вот была задача, что нужно находить, грубо говоря, инсайты, а какими методами оставлялось уже на их откуп. Здесь мы поняли, что вот особенно, когда выяснили, что данные не размечены, то есть вообще говоря, размеченных данных было очень мало. То есть по сути это трудно было трактовать как так называемое обучение с учителем, supervised learning. Скорее всего, постановка точно была бы unsupervised, а то, что было размечено, может быть, можно было использовать для валидации. Когда идет разговор о чем-то unsupervised, у меня сейчас уже всегда возникает рефлекс, что вот уже градус того, что, скорее всего, не получится, клонится в сторону, что, скорее всего, не получится. Тогда еще было чуть больше энтузиазма, и поэтому взялись… Но чтобы внести толику разумности, поняли, что надо как-то все-таки ограничиться по времени. Уже подходил к концу опыт предыдущего проекта, и было ощущение, что, может быть, тогда еще надо оперировать в тех же самых промежутках времени. То есть если в другом проекте, он, кстати, был даже сложнее, удалось за срок порядка полугода проверить гипотезы и убедиться, к сожалению, что нет, либо бы, может быть, в случае успеха удалось, что да. Здесь вот таким же экспертным мнением просто сказали, что давайте мы будем пробовать 6 месяцев, если получится, молодцы, если не получится, тоже молодцы, но по-другому, типа больше не потратили, чем договорились. С точки зрения этих этапов, этого таймлайна, ну, начиналось все даже чуть лучше, потому что уже был набор данных, даже не нужно было запускать какой-то дополнительный сбор, уже было с чем работать. Но вот чуть было не с первых дней работы с этими данными всплыли конкретные технические проблемы. Это вот такой неприятный случай, когда у объектов-то не очень большое число, сотни, тысячи, может быть, объектов. А вот признаковое пространство у каждого объекта, оно просто очень большое. Ну, то есть, если правильно помню, признаковое пространство в сыром виде было где-то на два порядка больше. То есть, если это было сотни объектов, то у каждого объекта, если разбирать его по сырым признакам, это десятки тысяч признаков. Уже сразу привело нас к мысли, что будет тяжело. И, скорее всего, большая часть работы мы будем пытаться это признаковое пространство сузить, оставить только самое важное. Сначала мы попробовали сделать это своими силами. Ну, эксперты так загружены, что их привлекать? Да мы вроде и сами чуть-чуть понимаем, как мы считали, вот в этом анализе производительности. Давайте отберем признаки сами. Удалось сузить признаковое пространство, запустить первое моделирование по результатам, но сразу пошли как-то странные результаты, нетрактуемые, без каких-то кластеров, поэтому поняли, что нет, без экспертов не обойтись. Быстренько побежали к ним и сказали, так, а помогите нам вот из этих всех сырых выделить, что все-таки важно, на ваш взгляд, а что нет. Ну, вот хотя бы даже на таком уровне. Здесь результаты пошли уже вроде бы получше. После того, как эксперты помогли еще сузить сильно признаковое пространство, провели, ну, немного решили тоже ограничить себя, там, две итерации по моделированию, то есть попробовали два разных подхода. И здесь была главная сложность, что для того, чтобы разобрать результаты, то есть, что такое кластеризация, ну, вот выпадает там пять кластеров, вот эти объекты к этому кластеру, эти к этому, почему, ну, вот, не знаю, в каком-то эвклидовом пространстве посчитали, что они близки друг к другу, то есть без человека, который разбирается во всем этом деле, ну, трудно было понять, это хорошо или это плохо. Поэтому здесь, естественно, привлекли экспертов, они избирательно из каждого кластера сэмплировали примеры и просили их как бы нанести разметку, высказать свое мнение. Ну, к сожалению, оказалось, как и часто бывает в задаче кластеризации, что мы нашли что-то очень капитанское, что-то очень тривиальное, ну, то есть то, что никакого интереса не представляло. Мы с этим вернулись с еще одной итерацией, то есть мы в каком-то смысле упорные, но ограниченные по времени, поэтому пока у нас такой бюджет есть, мы, гипотез-то много, мы стараемся с учетом их приоритетов проверить самые явные. Провели еще одну итерацию моделирования, но итоговый результат, ну, мы уже сами, в принципе, догадывались, на всякий случай привлекли экспертов. Он нам подтвердил, что ML-модель кластеризации какие-то кластеры-то выдает, но, скажем так, с помощью них не обнаруживаются именно какие-то новые вещи, которые хочется найти, с помощью них не удается так явно отфильтровать то, что экспертам показывать не надо, по сути, они подсвечивают достаточно тривиальные вещи. Потом, кстати, эксперты уже, когда мы им показали это, сказали, да мы даже на это role-based можем уже написать, потому что, в принципе, нам хотя бы так подсказали, где мы можем на каких признаках чуть-чуть сыграть. Поэтому с точки зрения ML-части, ну, вот, может быть, какие-то идеи для экспертных систем мы как коллегам породили, но с точки зрения ML-части на этом проект завершился. Сроки подошли, отчет был финальный предоставлен, отчет был оценен, и признано, что итоговые метрики, итоговые цели проект своим сроком не достиг. Ну, и отсюда его постигла та же участь, он был заморожен. Мы чуть-чуть все-таки не уложились в сроки, ну, бывает, это жизнь такова. Потрапивался еще один месяц, ну, даже я могу понять, почему там пришлось на зимние каникулы. Так что шесть с половиной. Третья история. Здесь прям начало было очень интересно, потому что здесь было классное, хайповое словосочетание – обучение с подкреплением. Это все затевалось три года назад, тогда вообще это было просто прям, ну, может быть, уже на спаде, но вот я воспринимал, что это прям на волне, потому что очень многие говорили о том, что вот обучение с подкреплением – это вот прям прогрессивный метод решения различных задач. И мы, зная примерно, какие потребности есть у соседних бизнес-подразделений, вышли с идеей помочь коллегам, которые занимаются файзингом, то есть поиском генерации входных данных для программ таким образом, чтобы найти проблемы, баги в этих программах. Мы вышли с гипотезой, что мы можем помочь им ускорить файзинг их модулей, которые им необходимы, на основе вот каких-то наших технологий. Что такое reinforcement learning, там объяснять не надо было особо. Это, понятно, было наше внутреннее представление, каким путем мы примерно пойдем в сторону решения. С точки зрения метрик, здесь тоже было достаточно все понятно. Должна быть хорошая полнота ошибок и тоже при ограничении по времени, чтобы чуть-чуть пояснить, почему там важно ограничение по времени. Для больших продуктов этапы файзинга могут занимать там несколько суток до недели. Это очень длительный процесс. На больших фермах, когда запускаются программы с совершенно рандомными вариантами входных данных, лишь бы найти ошибку и не пропустить эту ошибку дальше. Но понятно, что такой этап при выпуске продуктов, он может сильно удлинять сроки, собственно, релизов на это самое дело. Поэтому там хотелось, чтобы либо за то же время находилось больше ошибок, либо можно было рассмотреть другую альтернативу. За меньшее время находилось столько же, сколько находят классические подходы. И, как можно, наверное, понять, здесь тоже был хороший бейзлайн, потому что файзинг – это достаточно давно известная техника, и есть уже несколько достаточно готовых прям решений, программных продуктов, которые это реализуют. Они напрямую вряд ли содержат в себе технологии машинного обучения и reinforcement learning. Ну, в каком-то смысле, да, но в таком старом подходе, который еще назывался в свое время генетическими алгоритмами. Вот такие вот можно встретить решения в уже существующих системах. А вот мы хотели попробовать новые подходы, когда, например, всю программу, строки ее исходного кода можно представлять как такое признаковое пространство, и каждый прогон входных данных, он, по сути, какие-то строки триггерит, какие-то строки не триггерит, и вот интересно, как можно залезть во все укромные уголки с разными комбинациями данных, потому что в каком-то из вот этих ифов, которые по дейлсам, которые в форе и вот в той функции, вот там может быть какая-то ошибочка. Тоже, кстати, готовые инструменты файзинга тоже смотрят на покрытие исходных кодов, но вот мы хотели посмотреть именно с подходов reinforcement learning. С точки зрения сроков тут был тоже искусственный дедлайн, он не был ни к чему привязан, но мы выбрали из тех же соображений, что давайте себя просто искусственно ограничим по времени, потому что либо мы за это время добьемся успеха, кстати, уже некоторые проекты за это время успеха добивались, поэтому это вот был такой эмпирический коэффициент, сейчас-то я бы его скорее уже уменьшил, и удалось его уменьшить, но вот раньше было предположение, что вот шесть месяцев надо заниматься проектом, и в итоге понимать, все, это работает, это уже, может быть, за эти даже шесть месяцев затаскивать в MVP, то есть чтобы он реально начал работать, либо за эти шесть месяцев понять, что этого делать не надо вообще дальше. Какой был здесь таймлайн? Мы начали с того, что воспроизвели эксперименты из открытых источников, то есть это была не то, что наша гениальная идея, естественно, были уже публикации, которые, по крайней мере, в публикациях говорилось, это вот такой карго-культ, что применение методов reinforcement learning позволяет улучшить по сравнению с классическими решениями результаты задачи файзинга. Вот мы начали с воспроизведения этих результатов, и вот важный, наверное, этап, мы тоже начали как можно вот прям на первых этапах сравнивать наши результаты с классическими инструментами, как по количеству найденных ошибок, так и потом, что за это за ошибки, так и по времени работы, которые требуются, то есть это все гонялось сутками, но зато можно было провести какой-то честный сравнительный анализ. Что интересно, здесь через три месяца уже появились первые положительные результаты, то есть мы, во-первых, нашли что-то новое, то, что раньше не находилось, мы это нашли действительно даже быстрее, чем стандартные инструменты, ну, понятно, что когда потом стандартным инструментом дать что-то похожее, он тоже это находил, но вот прям из исходных данных он это извлечь не мог, и подготовили отличный отчет, на основе которого команда, которая увидела, что есть действительно недостатки вот в конкретном компоненте, уже начала их исправлять, и это дало нам такое мощное позитивное подкрепление, что надо идти дальше. Поэтому мы начали усложнять схему RL-экспериментов. Почему? Потому что компонент, допустим, примерно тот же, вот старые подходы уже вот все, что могли, нашли, но все же понимают, все боги нельзя найти, они там есть, нужно усложнять этапы моделирования, чтобы либо быстрее это находить, либо находить больше. И вот здесь мы чуть-чуть позволили себе для простоты, потому что был сложный достаточно фреймворк этих RL-экспериментов, для простоты мы себе позволили сначала проводить результаты на искусственных примерах, на кошечках, грубо говоря, на коде, который мы написали сами, которые просто в нем заложены баги, которые мы знаем. Это была очень небольшая кодовая база, скорее для отладки. На нем были позитивные результаты, но они нас не очень впечатлили, потому что мы понимали, что это искусственный пример. Вот попытка их перенести потом, например, реальный и найти что-то новое по сравнению с первым позитивным результатом, который был первые три месяца, вот это уже не удалось. Потому что, грубо говоря, в сравнении с другими инструментами ничего нового по сравнению с тем, что уже известно было, не находилось. При этом время на эксперименты с точки зрения файзинга и там, и там выдавались одинаково. В принципе, когда нам еще коллеги, которые специализируются на файзинге, еще подсказали, что мы, оказывается, инструментом пользовались еще чуть-чуть неправильно, они нам его помогли подкрутить, после чего их инструмент, ну, какой липфазер, достаточно мощный инструмент, даже начал где-то обгонять те результаты, которые мы получали другими способами. Ну, и здесь в итоге мы заморозили через 10 месяцев. Почему? Хотя изначально хотели 6. Вот это вот первый позитивный результат. Он нам как бы открыл такой кредит доверия, и мы, когда была точка принятия решения, сказали, что вот у нас были результаты, вот положительные, вот пока не отрицательные, вот пока те, которые в процессе. Было обсуждено, что поскольку положительные вроде бы были, решили пролонгировать проект, но ненадолго. А вот в течение еще следующих времени мы пытались получить более серьезные результаты, сравнивали их постоянно с существующими инструментами, но, к сожалению, побить их не смогли. В итоге, собрав вот эти три истории вместе, ну, и на самом деле я их могу приукрасить еще теми, которые были другие, это не единственные примеры с нашего кладбища проектов. У нас достаточно большое портфолио, и они появляются, исчезают. Я попытался выделить какие-то основные уроки, которые удалось выучить. Первый урок, который я выделил, он, кстати, сложный иногда в реализации, но мне вот все больше начало казаться, что если такая возможность есть, то нужно точно делать диверсификацию по проектам. То есть если нам вот все статистики на первом слайде говорят, что 80, 87, 85 проектов Data Science не взлетит, то это означает, что собирать команду вокруг одного проекта и вот только вокруг одного проекта – это очень рискованно. Если есть возможность организовать команду, которая будет вести с коу-проектов, на мой взгляд, это позволяет вот эти риски диверсифицировать. Хотя, конечно, там возникают вопросы конфликтов. А каким надо заниматься сейчас, каким потом? Мы по нашему опыту не можем подтвердить цифры 87. Мы тоже видим, что у нас многие DS-проекты не доходят до производства, но наша практика – это 50 на 50, такая грубая. То есть только половина в итоге достигает своих целей, выходит в MVP, доказывает себя еще раз, опробируется в MVP и потом уже идет просто в промышленное использование. Ну, по сути, уже превращается в такой продукт, который саппортится, поддерживается, у него развиваются фичи, развиваются его метрики и так далее. Но процент тех, которые не доходят, он достаточно большой. Вот этот интересный момент, которым я тоже столкнулся и для себя лично, что когда пошли первые заморозки, это явно вызывало какую-то демотивацию и у меня, и у команды. Ну, как так? Мы старались, мы делали, там были классные гипотезы, классные модели, а в итоге ничего не получилось. И в качестве выхода из этой ситуации я вот тогда придумал и старался как-то пропагандировать эту идею, что давайте мы себя будем мотивировать не на проект, а вот на другое. Давайте мы будем считать, что мы молодцы, если мы можем красиво завалить проект как можно раньше. Что значит красиво? Посчитав все метрики, проведя необходимый минимум исследований, который мы считаем нужным, четко сформулировав результаты целей и критерий, заодно там написав условия, когда к нему надо возвращаться. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше с точки зрения бизнеса, потому что мы освободим себя для следующих свершений, мы дадим хороший обоснованный ответ тем, кто вопрошал, а можно ли здесь что-то сделать с вашими технологиями или нельзя. И вот получилось, не получилось, это надо, конечно, ходить и спрашивать у всех членов команды, но вот тех, кого я все время спрашивал, мне кажется, эта идея зашла, что действительно надо ассоциировать себя не с проектом, а вот с процессом, как этот проект создается, исследуется, рождается, а иногда умирает. Ну, потому что на след ему обязательно придут новые. Ну и вот такое достаточно веселое капитанство, что нужно полагаться на метрики, особенно когда они показывают плохие результаты, потому что иногда метрики контринтуитивны, то есть всем кажется, что там есть ответ, оно сработает, вот интуиция у всех, такое желудочное чувство, говорит. Но чем мне на самом деле очень нравятся вообще специалисты в области Data Science и Data Analytics, люди чисел понимают, что доверять интуиции не стоит, лучше доверять числам, даже если эти числа говорят, что все плохо. Скорее всего, если собрать там много людей в комнате, и у каждого будет свое мнение, то разрешить их споры могут только конкретные измерения. И если таковые измерения есть, то тогда понятно, что, по крайней мере, все честно. Да, результат отрицательный. Да, у нас за этот срок не получилось достичь тех целей, которые мы хотели. Но, по крайней мере, мы все честно померили, и мы вам прямо показали, что вот конкретно мы, конкретно в этот срок, конкретно эти гипотезы, точнее, конкретно вот эти цели добиться не можем. Давайте дальше обсуждать, надо ли вкладывать туда еще. Кстати, очень многие стейкхолдеры, хорошо понимая, ну, потому что им отдельно объяснялись важность этих метрик, хорошо понимали такой workflow и соглашались. Почти всегда соглашались, и даже некоторые говорили, что вот нам вроде интуиция говорила обратное, но нет, все-таки мы понимаем, что вы лучше знаете, как померить, мы вам верим. Мы к вам придем. Ну, это, кстати, не отталкивало ни в коем случае команды, которые к нам приходили, они приходили еще, но с другими проектами, говорят, слушай, нам так понравилось. Можно вот такую же идею провести по такому же самому workflow. Если получится отрицательный результат, слушайте, если вот чем быстрее вы его получите, тем даже будет лучше. Мы сразу поймем, что вот в то направление идти не надо. Ну, и в завершении чуть-чуть я говорил про философию. Мне начало казаться, что когда говорят про вот это вот замечательное образование research and development, у этих двух слов на самом деле есть очень много общего, потому что достаточно, мне кажется, удобно и прозрачно организовать работу в области data science как нормальный development. Нужны спринты? Есть спринты. Нужен комбан? Есть комбан. Есть цели, есть стекхолдеры, есть ресурсы, есть задачи. Просто задача – это проверка конкретных гипотез. То есть все очень-очень-очень похоже. И более того, и то, и то – это цели, сроки и ресурсы. Это их общая часть. Но почему это два слова? Где там есть различия? И в чем оно? И я для себя вот придумал такую философию. Это не истина. В последней статусе это скорее такое мое предложение подискутировать, как вам заходит такая идея. Что по умолчанию – это тоже статистика говорит про другое, но по умолчанию – от development ожидает положительного результата. Ну почему? Потому что это разработка. Ну вы же напишите код. Да, он может быть багованный. Ну там баги выпустят. Да, он может выйти за сроки. Ну программный продукт-то выйдет. Я согласен, что может потом не взлететь с точки зрения бизнеса. Но я вот сейчас говорю чисто про development, а не про бизнес-части. А вот у ресерч-части есть все-таки отличие, что ресерч может уложиться в сроки, но он может показать, что результат отрицательный. То есть целей достигнуть не удалось. И это дальше как проблема останова в машине Тюринга. Мы не знаем вообще говоря, если еще проинвестировать время, и еще проинвестировать время, там будет положительный результат. Это, как мы знаем, неразрешимая проблема. И отсюда родилась вот такая вот, собственно, идея, философия, что ресерч от development отличается следующим. Ресерч может завершиться отрицательно. И это нормально. И это норма, как говорилось в одной замечательной передаче. И это даже в чем-то хорошо. Особенно если удалось как можно быстрее показать, что результат отрицательный. Потому что это означает, что если у нас есть хорошая диверсификация по проектам, можно переключить усилия на другое направление, например, которое начало взлетать, начало достигать своих целей. Ну и последний вывод, что вот мне той особенностью DS-проекта, которая мне очень нравится, в них почти всегда есть метрики. Эти метрики, может быть, не всегда успели проговорить и явно обговорить с заказчиками, но это вообще желательно сделать на первых этапах, они там точно есть. И очень часто их можно сформулировать просто в виде простых чисел. А значит, критерий принятия решения, стоит продолжать или стоит завершать, можно просто сформулировать как больше-меньше. И как бы это не нарушало чью-то интуицию, зато это будет честно. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Если у меня есть какое-то время, с удовольствием отвечу на вопросы. Спасибо большое. Паш, очень интересно. Спасибо за философию тоже, мне кажется, есть над чем подумать. У меня к тебе единственный вопрос, наверное, есть по поводу философии. Ты говорил, что нужно команде диверсифицироваться по проектам. Ну, допустим, у меня есть команда. Раньше она делала один проект, теперь делает три проекта для диверсификации. Она же будет в три раза дольше их делать. То есть то, что проверялось раньше за шесть месяцев, будет теперь проверяться за полтора года? Мне кажется, такая линейная формула там не работает, потому что часто очень в этих проектах есть какие-то бутылочные горлышки, которые от команды не зависят. Где-то ждут данные, пока накопятся в достаточном количестве. Где-то идут очень долгие этапы моделирования, которые длятся по неделям, когда просто машины считают, а люди сидят и пьют кофе. То есть в этом смысле, да, можно было бы, сосредоточив усилия, за тот же интервал времени там проверить больше гипотез. Вот, в этом смысле можно было бы, скажем так, повысить успешность, да, то есть проверить больше идей за то же время. Вот, но мне кажется, не всегда это сильно влияло бы на сроки. Вот когда мы говорим уже об успехе в ходе ресерча и необходимости проводить эту интеграцию, то есть уже разрабатывать все в виде хороших программных модулей, которые должны быть интегрированы, то есть такой же чистый девелопмент. Вот там, да, там, мне кажется, может выходить просто в прямые конфликты. А все-таки вот специфика конкретных тасок, типа там запустить на обучение, поставить, обрабатываться данные, просто написать письмо коллегам, что давайте мы сейчас назначим встречу и договоримся, как мы с этими данными будем работать. Там возникают такие вот окошки, и в принципе, если специалиста приучить, вот у меня критерий такой, в принципе, такой среднестатистический, так его бы называют, data scientist, над двумя проектами может работать такой единый интервал времени, как неделя. То есть в течение недели он может даже переключаться между двумя проектами. Вот три уже сложно, четыре я почти никому, вот говорю, я прям, если вижу такое, говорю, не надо так делать. Вот хочется тебе побольше, вот считай, вот я даю свыше тебе коэффициент три. Больше трех не пытайся вести сразу. Ну, это именно специалист, который должен быть глубоко в техническом контексте. Если это менеджер, ну, у него сколько есть, сколько есть. А вот смотри, еще такой вопрос, мне тоже интересно. Ты привел три примера. Если бы ты вот сейчас подходил к этим проектам, но без послезнания, ну, то есть не зная то, что ты знаешь сейчас, а как бы усвоив новые идеи, подходы, подсказав самому себе, как поменять подход к работе, что могло бы эти проекты ускорить, ускорить валидацию? Ну, вот в нескольких проектах прям сразу чувствовалось, что была неправильная схема валидации выбрана. Вот надо было сразу сравниваться с вот этими решениями, прям на ранних стадиях. Вот где-то я бы понимал, что можно срезать углы. То есть вот в первом примере я рассказывал, что там было две метрики. Во-первых, было важно, чтобы качество было хорошее, во-вторых, чтобы пропускная способность хорошая. Я бы сказал, что давайте мы вот сначала не будем мерить пропускную способность и ограничивать себя, а попробуем добиться хорошего качества. А если получится, потом мы уже подумаем. Вот можно было бы попробовать немножечко срезать углы, вот ускорившись в этом плане, и более жестко проводить валидацию. Да, если попытаться это все приземлить на какой-то инструмент, чек-лист, вот что-то я все пытаюсь думать в терминах советов таких, которые можно там обучить, которые можно обучить. Я думаю, можно было бы действительно, вот тогда не было этой практики. То есть она была такая несформулированная в виде чек-листов. То есть эти были вопросы, да, какие у вас данные, где они лежат, какие их объемы, какое их качество. Но вот мне кажется, имея прям конкретный физический чек-лист, во время встречи ты можешь забыть про какие-то важные вопросы. А здесь ты не забудешь, и, например, отсутствие каких-то галочек уже можно просто по количеству галочек судить. Что если галочек не набралось там больше половины, слушай, а точно нам надо сейчас это делать? Вот может быть вообще не надо этого делать? И так далее. Вот мне кажется, это могло бы помочь вообще даже на ранних стадиях, но это в том случае, если бы уже стояла очередь проектов. Это я рассказывал про такие первые проекты, там еще не было большой очереди, они просто вот занимали свои законные места, потому что пока не было сильно кандидатов на их сторону. Понятно, спасибо большое. Так, вроде у нас вопросов нет. Ну как это нет, есть вопросы. А есть товарищи. Да, как только Павел начал доклад, я думала, о, классно, сейчас нам расскажут проекты, расскажут фичи, по которым можно оценить проекты, и потом еще в конце выдадут веса к этим фичам, что там, условно говоря, если у вас есть такой проект, и у вас есть столько-то айтемов в датасете, то все, можно закрывать. И мы сможем в конце это сделать какую-то условную классифицирующую функцию, по которой можем определять, будет проект провален или не будет проект провален. И на самом деле по ходу доклада там было несколько критериев, по которым, например, время. Меня очень удивило, что вы выставляете время, но выставляете время проверки не какое-то такое вот ближайшее, а несколько месяцев. То есть вы планируете проект и говорите сразу три месяца, но тот же самый гибкие методологии, они рекомендуют планировать, детально планировать на более короткие временные промежутки, чем несколько месяцев. А вы, ну, пересешь проект, не разбивая просто в несколько месяцев, ставите, вы бы сейчас поменяли что-нибудь командой или так и оставили бы? Возможно, сюда же добавляя, возможно, есть какие-то более бизнесовые вещи, потому что провальные штуки, как я слышала, очень много было именно, что-то не сделали. Приняли, решили сделать правило, решили не делать HTML. То есть все равно в бизнес это каким-то образом пошло, но не в ML-составляющую, не ML-составляющую. Может быть, это можно действительно сделать каким-нибудь условно хорошим бизнес-аналитиком, который поработал две недели и мог бы сказать, надо это делать, не надо это делать, пойдет проект, не пойдет проект. Спасибо большое за вопрос по поводу первой части. Спасибо. Это, кстати, мне повод задуматься. Я вот точно знаю, что вот планирование такими кварталами, это очень удобно, например, мне с точки зрения годового планирования. Ну, просто кубики проще. Да, и вот когда есть портфолио из 20 проектов, которые там хочется сделать в этом году, то и вот стейхолдеры спрашивают, ну, вы когда начнете примерно, когда закончите? Вот это просто, я понимаю, что мне это удобно выкладывать кубики. То есть это вот с этой стороны. То, что это какая-то вот прям киллер-фича именно здесь, я скажу, вот такое удобство. Удобство такого годового планирования. Вот. С точки зрения второй части, конкретно тот кейс, который я рассказывал, там, ну, это бы и эксперты, которые с нами работали, они бы сами до этого дошли, мы просто им чуть-чуть помогли. То, что все равно, к сожалению, это не решило их все проблемы. Да, я понимаю. Это не решило их все проблемы, поэтому от нас все-таки хотели именно проверку гипотез. Вот именно ML здесь зайдет или не зайдет. Потому что уже с точки зрения бизнес-аналитики были поползновения, и уже какие-то были результаты получены, и понимали, что все равно большой фронт работы. Все равно автоматизации недостаточно. Вот. Но были другие проекты, где, да, вот просто надо было легко посчитать, и в итоге мы, вот там мы завершали проект. Ну, я не говорю, что завершали, мы его не начинали, потому что я предлагал, а давайте мы сначала просто дата-аналитику вам проведем, красивые графики построим. И вот иногда просто давали график, о, все, нам больше не нужно ничего, там ML есть. Говорят, ну, вам важно, если он там есть, вы можете говорить, что он там есть. В принципе, по-честному нету. Говорят, все, мы поняли, спасибо. Были и такие случаи. Оно бы увеличило вот эти 50%, сейчас в 87 бы и ушло. Просто вычасть действительно отсекречена на начальном этапе. И можно я добавлю к твоему комментарию? Конечно. Вот что, да, было бы здорово, если бы я привел… Вопросы. Призываю людей кидать вопросы в чат, можно их писать и задавать вопросы. Хорошо. А можно я к твоему первой части, к твоему комментарию? Да, да, да. Про поводу того, вот этих критериев, вот какие-то простые правила, которые на ранней стадии помогут. По вот тем примерам, которые я сейчас привожу, точно не надо делать, потому что Data Science, он говорит, это будет байс, смещенный результат. Но я бы хотел, вот, может быть, если кому-то будет интересно вот этой темы, этого доклада, может быть, вызвать какую-то дискуссию, не знаю, в формате панельной дискуссии или еще, когда специалисты вот с разных областей, связанных с Data Science, смог бы поделиться или ответить на какие-то интересующие аудитории вопросы про неуспехи или вот такие критерии. Потому что тогда выборка станет чуть более репрезентативной, и кто знает, может быть, в ходе вот таких обсуждений вот эти критерии больше-меньше, вот столько надо, столько не надо, они потихоньку будут рождаться. Сам я пока вот не рискую их представлять как нечто истинное, которым можно пользоваться все. Потому что я знаю, что у меня точно смещенный выбор. Ну да, конечно, там пока вопросиков нет. Ты имеешь в виду какой-то набор критериев, почему проекты могут казаться неуспешными? Да, ведь если вот эти статьи, где говорят про 87%, значит, у них есть статистика, значит, есть исторические данные. Главная сложность – это каждый вот этот проект описать примерно одним и тем же способом и попробовать сформулировать задачу ML. Там смотри, что может, как мне кажется, может быть сложностью, но опять-таки я могу здесь ошибаться тоже, опыт, конечно, небольшой. Вот смотри, вы тратили 6 месяцев на проект, а при этом вы специалисты по ML. А я вот думаю, а если бы вы потратили 2 года, сделали бы команду, где специалисты по ML и специалисты предметной области очень плотно бы взаимодействовали, и за эти 2 года бы разобрались очень хорошо в технологиях друг друга, и не были бы при этом прорыва, потому что полгода, ну, при всем уважении к ребятам, я вот просто по себе знаю, за полгода ни в чем невозможно разобраться. Это совершенно маленький срок, ты не можешь стать специалистом в этой предметной области. Это как если бы ты пришел со своими подходами с machine learning и попытался бы решать дифференциальное уравнение, да? Наверное, можно было бы каких-то результатов достичь. Я даже так делал в качестве маленького эксперимента в одном месте. Что если бы ты разобрался в дифференциальных уравнениях как математик и был бы специалистом предметной в этой области? Ну, понятно, что это уже не полгода, это совершенно другие цифры, совершенно другой уровень погружения. Да, это хорошая идея. Кажется, что не всегда мы способны впрыгнуть в результат. И с этой точки зрения, ну, критерия вставить в таком вот чисто научном поиске, может быть, и неразумно было бы. Я вот не знаю. Да, это вот хороший вопрос для дискуссии, потому что вот это вот ощущение, что, может быть, недостаточно времени, оно всегда будет. Я боюсь, оно и через два года будет. Да, мы, может быть, и никогда не придем. Да, да. То есть как проблема останова в машине Тьюринга. Вот, и понятно, что это только какая-то эмпирика может быть, но откуда эту эмпирику взять? Из опыта своего, других? Я не исключаю, что если вот собрать все там успешные провальные проекты, завести их под одну линейку и поставить им аль задачу, там будет решение. Подбрасывание монетки работает так же эффективно, как любая сложная нейросеть в вашей задаче. Ну, возможно. А с другой стороны, вот есть примеры всяких ребят, типа, не знаю, Элона Маска, который, или Джобс, я уже не помню, чья это фраза была, Джобс, по-моему, из Сирии, когда они говорили, что это невозможно, он говорил, а я генеральный директор, я считаю, что это возможно. Ну, как бы, идите, делайте. Ну, да, займет больше времени, может быть, вам нужно больше денег, вам нужно больше людей, может, вам другие люди нужны, ну, как бы, вам все найдем. Но я считаю, что это возможно. На самом деле, много чего возможно, просто это сложение, обстоятельств, сложение, не знаю, сумма момента, и то, что было ненужно или невозможно год назад, вдруг становится актуальным, важным, прибыльным сегодня. То есть иногда опережаешь время, иногда не успеваешь за временем, иногда действительно дело в команде, или дело в одном синониме в формулировке задачи, которое не наталкивает на нужную мысль. Ребята, кстати, если что, мы, я включил анмьют, вы можете анмьютиться и что-то сами сказать. У вас есть какие-нибудь идеи или мнения? Или мы двигаемся дальше? Может, кто-то хочет сказать, анмьютитесь и скажите. Я заметилась, теперь я анмьютюсь. Кажется, пора двигаться дальше. Я тогда отдаю экран. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.